Уже поговаривают, что ездит подобный музовик под названием Тесла И все водители-дольнобойщики ждут счастливый день, когда капиталист будет заботиться о несчастных водителях Которые хотят на халяву зарабатывать деньги, не особо напрягаясь Вот так и это так Можно просматривать странички инстаграм Смотреть классники, сделать быструю зарядочку Балдеть, даже возможно немного взглянуть А вот этот страх будущего едет, меняет полосы Все прекрасно, все шикарно Смотреть молнии, водитель тремлет Потом решил немного поработать Смотреть мануальный, человеческий Вот через какое-то время Покажет контроль Смотрит свои руки И покажет на что он способен Какие перспективы будущего нужны Это просто какое-то райское наслаждение Не то, что шикулатка паунти А даже, ребята, куча Посмотрите, какой Друзья Меня просто текут реально, ребята Смотрит А так-то это и не так Сейчас мы посмотрим Последование Алекса Брежнева Всем привет, друзья С вами Алекс Брежнев Сегодня у нас пойдет Такая интересная тема Нужны ли будут в будущем водители-дальнобойщики И не только дальнобойщики, но и таксисты Всем известно, что мы все Любим очень управлять автомобилем, грузовиком Каким-нибудь микроавтобусом, бычком Там малогабаритный такой Мало грузоподъемности Автобусы различные И, ребята, вот давайте поговорим Все мы мечтаем, что скоро этот самый Elon Musk изобретет чудо Так называемый грузовик будущего Tesla Мерседес тоже там что-то пыжится Тоже дело, что грузовик сам едет Груз заставляют Вот проведет недавно так называемый тест То есть грузовик на борту 20 тонн груза у него был И он пересек от одного Атлантического океана до другого груз Причем якобы без водителя все это дело доехало Но, как гласит рекламу, показывают, что едет грузовик Вот представьте, едет ребята грузовик А я вот как водитель вот так вот на бачок сиденья у меня не разворачиваются, к сожалению А там вот так вот развернулся И вот он там с бабой пишет письма В этом самом, в разных сайтах знакомств, инстаграмм А трак едет, бабло рубится, зарплата падает Такой релак вообще Что там происходит? Вот так вот рекламу нам будет, ребята, мозги, да? Чтобы мы его не протестовали Чтобы мы не возмущались, что скоро нас заменят роботы Все для вашего блага, товарищи Чтобы вот вы их балдели, знаете Сейчас, если вы так разрешен видите Даже вот мне там написали О, лесбинь, ты погоду тыкал там смотрел Под смартфон звуки типа взял Вообще тебя надо в машине расстрелять То есть ничего ты не можешь не делать Ты что-то из них нельзя взять Я, допустим, кофе беру в стакан Постоянно вот я его держу Пью, еду, пью, еду Или я, допустим, крую сигару, допустим Тоже у меня, мне что, вообще ничего нельзя сделать, то ли? А что я тут просто взял И посмотрел по-бозу Там тыкнул на этом и все равно Все, все, нельзя Расстрелы Вот вы должны вот так вот типа Эта Тесла ездит Думк расставляет А вы там балдеете И вы бабки получаете Ребята, вы вообще в это верите Что вот именно Капиталист только думает о вашем благе Чтобы вы вот комфортно работали, балдели И зарабатывали бабки Вот так вот А пошел еще другого дела Там и перех на кроватку И храпуназал А пока он спал уже и груз заехал Понимаете? Кто-то даже сюда в дом заехал А он такой лежит Типа, знаете Он На всякий пожар Вы там, знаете Там двери пойти открыть Потому что еще не придумали Чтобы двери сами с Эллери открывались Понимаете? Все это глубоко, ребята Не так Все это херня собачья Все это будет выглядеть абсолютно по-другому Потому что Страховая компания Она не будет просто так башлять Чтобы вот Девушка Я не видел Она уже требует Вот эти все нормы безопасности Это все придумывают страховые компании Значит так, ребятушки Что будет? Как это все дело будет происходить? Даже если запустят Вот проект автопилота грузовик едет Нифига вы не будете этот планшет Листать И храпуна давать В кровати Вы будете сидеть На руле Значит будет сенсор Такой специальный То есть Вы должны будете Постоянно держать руль Если вы Допустим Ну может быть Там одну руку Отпустили Почесать там Голову Ну или там Яйца там Почесать На какое-то краткое время Сенсор еще даст погрешность Но вы будете ехать Вот так вот Руль держать постоянно И смотреть форточку Потому что Будет стоять Видеокамера И она будет Вас писать Это я вам Гарантирую Она будет Вас писать Что вы там делаете Ни никаких Планшетов Ни никаких интернетов Вы будете ехать Вот так вот целый день Как баран И смотреть Форточку А вы никогда Не пробовали Друзья Ехать целый день На грузовике В пассажирском варианте Рядом Да вы просто С ума Орехнетесь Ничего не делать Ехать Ну хорошо Там можно Пока уедете С пассажирской стороны Может там Если у вас есть интернет Благо технологии Позволяет Что-то там копошиться Правильно Но водитель Водитель Если вам скажут Вот так вот Сядь И сиди И смотри Как дебил в окно Когда еду на грузовике Знаете Как-то я вот Управляю Да Я там Рулю Мой мозг Понимает Что я что-то делаю Я процессом Руковожу И мозг Мой Время Как бы так Нормально Но идёт Быстро Что я еду Скорость Туда Обогнал Сюда Я что-то делаю Постоянно То там дворники включил То свет То ещё что-то Туда ручное управление пришёл Там Подшпорил Пониженную передачу Если мне недостаточно кажется Что Трак горку тянет То есть Я что-то делаю А здесь вот этот трак едет сам И я в нём сижу Как баран Реклама гласит что Что грузовик вообще Сам без водителя поехал Да Там люди стали писать А как будет Трак цепи сам одевать Туда Сюда Да В ближайшие Где-то лет пять Точно Если вот эту вот Всю фигню загрузят То Водитель будет Сидеть Он будет сидеть Он будет страховать систему Как баран держать за руль И смотря во одну точку Абсолютно не руководя процессом То есть Это будет Ну как Для чего это сделано Траковая индустрия Это такой бизнес Где В общем-то не сильно Индексировалась зарплата Потому что Всегда считалось что Набойщик сильно много зарабатывает Это несправедливо По сравнению с грузчиками Там какими-то Или там Кассирами в супермаркете Это непорядок Вот он должен зарабатывать меньше А меньше Никто не хочет работать Ну кому охота По две недели колбаситься Как бомжарить Профессиональному По дорогам Вот так вот стоять Хотя что здесь можете Да И испытывать какие-то Лишения Судьбы Какие-то проблемы Дома происходят Так что Жена вам постоянно звонит Плачет Не нужно Уже дома Уже все равно Болкается То есть за это За это Водители получают деньги За их жизни За вот эти вот Непогодные условия Когда там Плохая видимость Туман Гололед Цепи надо эти одевать Вы никогда не одевали цепи Шесть штук На трак Ночью Когда вы устали Одиннадцать ночи И вас заставляют Эти цепи одевать В потемках Там вот В снегу В этой каше растаянной Руки у вас мерзнут Потому что В перчатках Вы их не оденете Пальцы обморожены Вы ничего не замажаете Ну это просто кошмар Потом надо на этих цепях Ехать Потом надо так Ехать аккуратно Чтоб эти цепи не порвались Половина все равно порвется Ну хоть половина Но не все Потом вы будете Эти цепи снимать Опять складывать В общем Потеряйте часа 3-4 Чтоб проехать Там каких-то Двадцать километров Вот этого вот перевара Значит Как решат вопрос Вопрос По поводу вот этих Грузовиков В будущем Которые Будут ехать Да Их решат Ребята Их решат Не переживайте Допустим Придумывают в химике Какой-то сумасшедший реагент Там На этом перевале Там будет Какой-то сумасшедший Впрыск Этой химии Происходить на дорогу И снег Будет таять Понимаете Я Больше чем Верен Почему они не хотят Повышать Зарплату Дальнобойщика Потому что это сильно Угаряет на Себестоимость Бизнеса Себестоимость Продукции То есть капиталист Получит меньше Прибыли Значит ему Можно Поднимать цены На товар Если он сильно поднимет Зарплату Дальнобойщика Товар вырастет То же самое Пылесос Два раза Ну Кто его купит Никто не купит Поэтому Выгодно Чтоб Дальнобойщика Зарплата Ни хрена не росла А В этот бизнес Как он еще Выживает За счет Опять же Смягчения Каких то Для водителя Трудностей Допустим Раньше Была 13 ступенчатая Коробка передач На ней было Очень тяжело Научиться управлять То есть Женщины сразу Отпадали С этого бизнеса Рахиты какие то Водители тоже Отпадали Теперь коробка Автомат GPS Который вам здорово Худо бедно Как то Проможет Вы доедете Правильно Раньше Было Открывать Атлас Иметь какие то Мозги Прокладывать себе Более короткую Дорогу И Знать Вот эти все Дороги По памяти Все Вот этим Ценился Дальнобойщик Раньше Настоящий Который мог Мужикам Пролезть Везде Все А сейчас Понабирали Дебилов Которые Еле еле едут Понимаете Какие то Ботаны Пришли Которые Даже не берут Менчантайзерами Работать Супермаркет Вот они пошли Работать Дальнобойщиками Эти вот бараны Еле еле едут На работу Они едут такие компании Лоховские Вроде как Слив Прайм Они еле плетутся на дороге Там вот такие вот Негритянки По 200 кг Ну что Она там Еле еле едет Создает Эту пробку Ну она Считается О Она безопасна Едет Нормально едет Два дня Едет Четыре Компания На это Закрывает Глаза Ну опять же Все Вот эти вот Водители Почему пришли В этот бизнес Потому что Коробка Автомат Сама Переключается Потому что Управлять Коробкой Это непросто Там Я не знаю По-моему Нет синхронизаторов И Если вы не ту половинку Скорость Вы Уйдете Она У вас не Не вратнется Очень тяжело Было сдать экзамен Направо А теперь Все Чик-пык Само едет Ты сосредоточен На дороге На этой коробке Я очень не мог Долго Научиться Либо Я Когда сдавал На экзамен Я сосредоточился На коробке Передач И уже У меня Хромала Безопасность Там Поворот А теперь Все Все Приключается Все Чудесно В некоторых Траках Электронный Латбук Ввели Многие Водители Уже Правила Новые Не знают Вот Ему Сказал Латбук Тебе осталось На Тебе Этот GPS Для Траков 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 Электроника Латбук Опять же, ни хера не делаешь, трак запрограммированный, едет до точки места, тебе придется, может быть, сдать как-то назад, еще эти вызовики, скорее всего, не умеет это делать, двери пойти открыть, ну, принять ручное управление, когда погода, что-то все равно придется тебе делать, но мало. А вы же знаете, что когда человек, например, носит тяжелые ящики, работая грузчиком, и легкие ящики, у них очень отличается зарплата, то есть, соответственно, будут понижать зарплату, будут все это дело потом понижать, понижать, либо, по крайней мере, не повышать, потому что я вам скажу, что зарплата сейчас не такая уже прямая большая, что, например, я раньше мог дом купить и его содержать, и теперь даже для меня уже роскошь, что здесь я живу, даже квартиру съемную, чтобы жить одному, без подселения в общаге, то есть, это уже все не хватает, поэтому, вот, ребята, вот, это все такая херня, что вот таксистов тоже уберут, уже там есть в Европе, ездят даже эти сами, как-то таксисты, я слышал, понимаете, они ездят и таксистов уберут, а сколько останется людей без работы, вы можете себе представить в будущем, да, пока вас будут использовать как баранчиков, а потом уберут, потому что очень выгодно будет производителю грузовика, он, значит, грузовик будет стоить дороже, дороже, да, но опять же, траковым компаниям будет выгодно экономить деньги, потому что он будет дороже, может быть, не так намного, что вот водителю нужно каждый месяц платить зарплату, понимаете, они доведут это до совершенства, то есть, роботы, они постепенно вытесняют человека, они вытесняют человека, но человек же думает, как мы смотрели фильм про будущее, лежит человек, великий такой создатель там охрененный, и вот роботы там ему обслуживают, ну, грузовик приехал, такой вот коктейльчик, мохито сделал, ах, закинул хорошо, потом так, ах, роботчик сигару уже подкурил, ах, хорошо, да, потом, ах, хочу, хочу это самое, глупость, и такая роботша такая пришла, там какую-то заказал, такая, о, мой, мой хозяин, на всю согласна, ты такой лежишь, такой пинул тебя жирно, ой, что-то у меня, на таблеточку закинул, о, хорошо, все, все работает, нет, такого не будет, ребята, будет просто сокращение очень сильного населения на планете, так как будет сильная безработица, но заменит роботы, и сначала водители, потом еще другие специальности, вы же видите, что сейчас даже те же самые автомобили собирают роботы, там два-три человека контролируют процесс компьютера, а эти роботы только жык-жык-жык-жык-жык-жык, все там этого сделали, да, ну, люди еще как бы используются, они там что-то подносят, что-то подставляют, но технологии растут, скоро и их уберут, сделают каких-то дворников, заменят таджиков дворниками и будут ездить, уже по дому такие ездят дворники, жык-жык-жык-жык, робот, а, робот такой называется, уже там потока этих полесосников вот этих кругленьких не делает, понимаете, то есть у меня дворников, но люди, то есть начнем замирать специальности. Население планеты переполнено, вот эти вот сверх какие-то мозги, которые управляют нами, они скажут, ну, так как ты человек, а не робот, ты будешь получать вот пять тысяч долларов в месяц, мы тебе будем просто так платить за то, что ты человек. Нет, этого не будет. Ребята, забудьте это. Так что даже и не мечтайте, что вот придёт, сам грузовик будет ехать, и вы будете в охрененном шоколаде. В полнейшей, понимаете, это я вам просто гарантирую. Мне уже насрать на всё это. Я уже практически пенсионер, понимаете. Я уже один год открутил баранку, да, ещё думаю, может быть, пару лет мне хватит поработать там, заработать на дом, я уже там зайду в натуральное хозяйство, поставлю солнечные батареи, заведу козу, корову там, и курей, и буду вот, знаете, жить вот как древняя ясную жизнь, буду верить человеку. Хотя даже он тоже прописал, но я нервничаю. А тут вот эта вот роботозированная система, там какой-то датчик, накрылка, и всё, и конец, понимаете. И напишут, вот умер очередной дальнобойщик, оператор, или там, помощник, как его там назовут, какая будет там следующая специальная, да, некровод, напишут. Я этого не хочу, понимаете, чтоб меня машина уродила, и никто за это отвечать не будет. Никто не будет за это отвечать, абсолютно. А с вами был, друзья, Олег Брежнев, сегодня вот у нас проект «Цесла», работа будущего. «Цесла» 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 «Да» «Вас что заставляет хлопать-то?» «Ответил представитель правительства? Всё, нет, хлопают-то. Который команду даёт, да? Значит, вас слышит вся страна. Вы не хотите помогать нашим гражданам? Не хотите, чтоб мы поддержали ваше правительство? Хотя вы тактически больные, что если фракция ЛДПР хочет голосовать «За», вы делёте нас в поморги, когда хлопаете, что нельзя ничего делать из того, что предлагает ЛДПР. Тогда и голосовать не будем за все ваши предложения. Вся ваша тактика и послание – это вас спасти. Вашу партию. Так делали большевики. Несколько месяцев. А что такие все министры, так сказать, славы у нас? Их в отставку оттрогают, а они уходят. Как это правило? В отставку ушли, ни один ничего не сказал. И писали правительство ушло, и всё, кабинет его опечатали. Час через час, Михаил Владимирович, вы же приехали. У вас праздник сегодня. А праздник и нам будет. У нас какой праздник? Если нас будут спрашивать. И в семнадцатом году Петроград войти в зимний, так сказать, войти в коридоры власти. Нормальное правительство. Страна в пятёрке ведущих стран. Во время наступления на Константинополь. Германия будет опутирована. Всё поломали и совершили революцию. Что за революция? Вы посмотрите, что творилось в Петрограде. Грабили магазины, убивали полицейских, жгли всё. Это ваша революция? Это бандитизм, а не революция. И сегодня опять хотят левый поворот, новый социализм. Замучили Грудинина. Что вы его мучаете? Если вы его не сделали когда-то президентом, спокойно сидел бы миллиардер и жил бы на процентах. Вы его выставили на выборы. Вы что, не понимаете, что будут бить таких кандидатов, у которых есть шанс на победу? Теперь вы его спасаете. Не спасёте вы его. До полного банкротства. Когда вы ничего не останется, тогда его оставят в покое. Говорят, мы тоже, что не выставили Даня Господа. Тоже новый экстремист, сталинист. Его долбают, долбают. А кто виноват? Вы его делаете кандидатом. Кандидатом в Государственную Думу. Про русских вспомнили? А чего о них не вспомнили, когда создавали советский народ понятия? Сегодня сказали русские. Михаил Владимирович, вы ничего не сказали про наших граждан, мечтающих вернуться в Россию. И в этом зале этот парламент не дал согласия на упрощённую процедуру выдачи паспортов русским. Это что, не издевательство? Это что, русский парламент? Русские сидят там, никому не нужно. Их расстреливают. Запрещают говорить по-русски. Коммунисты, наконец, одной строчкой внизу говорят. Да, страдают русские. Русские вымирают. Вам позор, вашей партии, КПСС, что вы до такого состояния довели народ герой. И в правительственной программе ничего нет. Что вы требуете от председателя правительства? Назовите министра. Вы что, не знаете, кто назначает министра, что ли? У нас Конституция пока, к сожалению, президентский режим. Он сам не знает. Ему дадут список и всё. А утром указ. А вы требуете, скажите нам, какая структура, какая программа. Он бы рад сказать. Но мы только-только вносим поправки. Вот в будущее, когда поправки будут внесены, тогда Государственная Дума будет утверждать его, и его замов, и правительство. Вот здесь. Но дело для себя. Не для нас с вами. И это для себя дело. Они будут здесь. Печалательное правительство. У них будет здесь опять нужное общество. И опять его назовут министром. Ладно. Я заканчиваю это видео. Это будет ещё очень долго длится. Я не знаю почему, но у меня очень долго фармятся в клубке. Меня очень сложно фармить. Всё, всем пока, всем пока. Чуть-чуть ещё есть совесть.